У Кирилла на выставке, как всегда, она любит, но такие красивые люди, почти такие же, как он сам, где-то такие же. С Кириллом мы уже работаем и дружим достаточно давно. Вроде критика к этому автору, он прекрасная работа, и у него есть гости. Хотя художник еще совсем молодой, его работы уже есть в нескольких музеях государственных, в серьезных частных коллекциях. И сегодня Кирилл показывает свои ямалайские чудо, написанные совсем недавно, в апреле и мае этого года, по приглашению творческой группы в местах Николая Америка. Здесь мы можем увидеть 25 его живописных работ. Типичная для него экспрессивная живописная манерка. Я думаю, что Кирилл с удовольствием что-нибудь скажет об этом. Все, несложно. Ну, я думаю, да, еще продолжу. Я, наверное, шесток в области нафигать. Начну, наверное, сначала, в области нафигать. Как ты туда попал? Да. Вот я у многих, потому что задается вопрос, как я оказался в Ямалаях, то есть это все довольно-таки и просто, и сложно. То есть многие, наверное, знают, что я делал в апреле, открыл выставку в Питере, в Иракте. Да, то есть многие знают. И в Петербурге у меня уже были знакомые, там вот такая организация «Русская Артланкида», которая делает выезды по всему миру. То есть они собирают художников, то есть собирают группу художников, и они в прошлом месяце были в Италии, и в позапрошлом месяце были в Италии, потом в Ямалаях. И, собственно говоря, когда я сделал эту выставку, открыл, было такое немножко, то есть, ну, когда любую выставку открываешь, есть такой выдох, да, небольшой такой, и очень сложно снова начать работать. И я искал поводов, как можно быстрее начать писать. И повод нашелся сразу в Петербурге. То есть они пришли на выставку и пригласили меня поехать с ними. Мне понравилась моя работа, хоть я и не пленерщик, да, то есть, потому что там команда, разумеется, состоит из художников, которые именно пленерщики, то есть которые работают на открытом воздухе. Вот, и они, тем не менее, позвали меня с собой. Это была поездка организована Русской Атлантидой, это как петербургская организация, и консульством, российским консульством в Индии, посольством в Индии, и оценком Ревит. Вот, и находился в Индии я три недели, из которых одну неделю, то есть у меня заняли, ну, то есть, все говорят, рокот много ты написал. На самом деле можно было написать гораздо больше, если бы не отвлекали бы разные вот эти вот посольские встречи, Встречи, да, официальные встречи, то есть приехали, нужно встретиться там, ну, то есть представить команду, там, руководство, разумеется, накрывают стол, то есть тут не до работы, то есть мы изначально жили в Дели, но поработать в Дели не удалось абсолютно, потому что, ну, понятно, да, очень? Непонятно, да, это самое интересное. Ну, нас очень сильно отвлекает. То есть все были рады нас видеть, художники, художники. Ну, то есть, на самом деле, удивительно, что на протяжении всего этого пути отношения художникам, да даже в самых-самых забытых деревнях, когда ты говоришь типа, типа, ай, что я художник, объясняешь. Там были деревни, где они не знали даже английского языка, то есть хоть у них в Индии все знают, что второй язык английский, ну, когда я объяснял, что ты художник, то есть все это меняло соотношение. То есть, походу до того, что выносили там из сарая какие-нибудь там месячные бычков показывали там тебе, чтобы... нас приглашали в дома, хоть считается, даже когда мы там приехали, нам сказали даже не прикасаться к домам, ну, в смысле, к жилищам не прикасаться, потому что ты как бы оскореняешь, как режет человек. И нас даже приглашали в гости. В гости, да. То есть, и нас приглашали там, и даже организаторы потом удивились, как так будет, что это вообще не принято абсолютно. То есть, и очень было приятно, что местные люди проникались. Им не все было понятно, что мы делали, но они нас держили к себе, кормили едой. Вот, жили мы на территории по поместью Рерихов. То есть, это... Но мы держались там немножко как это особнячком, потому что там очень много... То есть, окутано вот это все по поместью, таким неким поклонением, да, то есть, культа, и у меня такого культа нету. Ну, то есть, у меня есть уважение, конечно, к персоне, но как бы я не фанат. Вот. Хоть таких там очень много приезжают, из таких полусектантов. Их называют Рерихнуты. Ну, то есть, это чуть ли не официальное название, потому что я даже по словам так называл. Вот. То есть, и... Это я к чему говорю, что из... За трех недель примера, которые у меня обещали, то есть, у меня получилось всего два. Место очень благоприятное для работы. Прямо уже. Стаешь, работаешь, ничего не отвлекает. Все условия для этого созданы. Вот. Ну, и в конце, как обычно, я говорю спасибо, что вы пришли. И... А далее, то есть, я предлагаю, можно в свободное общение. И я, наверное, сейчас, ну, пятиминутную такую экскурсию могу провести. Ну, если есть желающие. И ответить на какие-то вопросы. Потому что есть вопросы, то есть, вы не стесняетесь там. Ну, многие, то есть, спрашивают, как ты туда попал, да? Ну, вот я объяснил. Поэтому, если какие-то еще есть вопросы, спокойно задавайте. Таможни дела выходили. Это же Индия. Индия. От старшей таможни, когда в Базии. Тоже все равно. Нет, базить в Россию можно же, без проблем. Ну, можно, можно. У меня просто скандал был в свое время. Возить мясо, как раз. Видим, такие... Что вы к нам везете?